SCP-2737 SCP-2737 Предположительно имеет римское происхождение. Знание о существовании SCP-2737 является триггером меметического заражения. Симптомы данного заражения включают усиление эмпатии, как эмоциональный, так и когнитивный. Единственный эффект, наблюдавшийся в ходе всех экспериментов. Большое депрессивное расстройство, острую танотофобию или боязнь смерти. Навязчивые мысли на темы теодоцеи. Попытка дать ответ на вопрос, почему благой бог допускает существование зла. Специфично для субъектов с религиозным мышлением. Бессмертие, трансгуманизма и существование энтропии. Вера в коллективный опыт и взаимосвязь всего живого. Имеется предположение, что депрессия является аномальным побочным эффектом первичного аномального воздействия. SCP был обнаружен в хранилище фонда для слабоаномальных объектов. Записи в объекте «Первоначально источником аномалии считалась урна, содержащая SCP-2737». Была найдена в сопутствующей документации. Доктору Эрнсту Бишопу было поручено перепроверить аномальные свойства объекта и вернуть его в хранилище. Около двух часов спустя доктор Бишоп был устранен сотрудниками службы безопасности при попытке нарушить условия содержания с SCP. Он утверждал, что фонд не имеет права причинять вред объектам. Связь данного инцидента со SCP-2737 была быстро установлена, поскольку это был единственный объект, с которым доктор Бишоп работал в тот день. Запрос на предоставление сотрудников класса D для экспериментов по изучению аномалии был удовлетворен. Протокол экспериментов Эксперимент номер один. Подопытный. D39091. Женщина азиатского происхождения, 23 года. Осуждена за мелкие кражи и употребление наркотиков. В содержании эксперимента субъекту продемонстрирован контейнер, содержащий SCP-2737. Результат. Никаких изменений личности не обнаружено. Выводы. Аномалия предположительно связана с содержимым сосуда, а не самим сосудом. Эксперимент номер два. Подопытный. D39091. Содержание эксперимента. Субъект проинструктирован заглянуть внутрь контейнера с SCP. Результат. Субъект выполняет задание. Утверждает, что SCP это просто дохлая рыба. Приблизительно пять минут спустя субъект начинает плакать. При опросе с целью оценки возможных изменений личности, субъект выражает обеспокоенность нехваткой времени и утверждает, что молодость прошла впустую. Субъект проявляет нарастающее беспокойство темой смерти. Несмотря на молодой возраст и то, что тема смерти в вопросе никак не затрагивалась. Выводы. Труп Миноги предположительно является источником когнитивной угрозы. Требуется дополнительное исследование. У сосуда аномальных свойств не выявлено. Эксперимент номер три. Подопытный. D39211. Содержание эксперимента. Субъекту продемонстрирован лист бумаги, на котором написана фраза. Минога мертва. Написавший фразу осведомлен об SCP. Результат. Субъект выражает недоумение, затем начинает плакать. На вопрос о мыслях субъект рассказывает о том, как потерял отца в раннем возрасте и слишком редко его вспоминал. Выводы. По всей видимости, SCP-2737 представляет собой не только когнитивный, но и меметический агент. Эксперимент номер четыре. Подопытный. D39214. Содержание эксперимента. Субъекту продемонстрирован лист бумаги, на котором написана фраза. Минога мертва. Написавший фразу не осведомлен об SCP. Результат. Субъект не проявляет аномальной реакции. Выводы. Для активации меметического эффекта упоминание SCP-2737 должно быть намеренным. В целях краткости малоинформативные записи удалены. Изменение личности всех подопытных сотрудников D-класса носит схожий характер. Дальнейшие эксперименты показали, что эти изменения могут быть подавлены и, возможно, полностью устранены при помощи амнезиаков. Эксперимент номер тридцать два. Подопытный. D39320. Европеоидная женщина. Сорок четыре года. Осуждена за убийство. Содержание эксперимента. Субъекту продемонстрировал на SCP-объект. Результат. Субъект начинает плакать. Выводы. При опросе с целью выявления возможных изменений личности, подопытная высказала необычные идеи, связанные с развившимися симптомами. Подробнее смотрите приложенную запись интервью. Опрашиваемый. D39320. Опрашивающий. Доктор Калистро Наварос. Предисловие. Субъекта подвергает тесту Роршаха. Результат испытаний перед контактом с SCP не обнаружил каких-то необычных особенностей. Наблюдается некоторое снижение творческого мышления. Начало записи. Доктор Наварос. Что вы видите? Показывает тестовую карточку. D. Труп. Реакция не была сочтена необычной, поскольку подопытная контактировала с мертвым организмом, непосредственно перед испытанием. Доктор, а здесь? Протягивает следующую карточку. D. Лицо. Доктор, чье лицо вы видите? D. Смотреть больно. Закрывает глаза. Все еще вижу. Чувствую, как входит нож. Холодно. Я держала рукоятку. Не знала, как холодно по другую сторону. Доктор. Вы были осуждены за убийство. Это ваша жертва? D. Так. Не знаю. Зачем? Казалось, что я права. Что я в праве. Но все не так. Смерть ужасна. Я не знала, как это ужасно. Я их вижу. Маму, папу, сестренку Джилла. Они все умерли. Я радовалась, что они не мучились. Но так не бывает. Ничего нельзя исправить. Надо было позаботиться о них. Помочь им. Они бы гордились. Доктор. Никто не вечен. Все когда-нибудь умрут. D. Это неправильно. Схлипывает. Я не чувствовала. Я не замечала их. До сих пор. Доктор. Не замечали? Что вы имеете в виду? D. Когда идешь, всегда на какую-нибудь букашку наступишь. Не со зла. Просто не видишь. Даже не думаешь об этом. Вот, по недомыслию разбиваешь сердца. Скажите, у нас еще есть время? Доктор. Время для чего? D. Собрать все, что рассыпалось. У меня есть брат в Аризоне. Девять лет не разговаривали. Может, еще можно что-то исправить? Доктор. Не могу ответить на этот вопрос. Но время всегда есть. D. Нет, док. Нету. Конец записи. Эксперимент номер 44. Подопытный. Доктор Цзин И. Содержание эксперимента. Субъекту продемонстрировано SCP-2737. Проверяются возможные особенности воздействия объекта на лиц, прошедших контрмеметическую подготовку. Результат. Субъект начинает плакать, хотя контролирует себя лучше, чем предыдущие подопытные. Вывод. В ходе опроса субъекта с целью оценки изменений симптомы проявляются более серьезным образом. Подробнее смотрите в протоколе интервью ниже. Опрашиваемый. Доктор Цены. Опрашивающий. Доктор Альберт Кроненберг. Предисловие. Субъект повторно проходит тест Раршаха. Результат первого испытания, проведенную перед контактом с SCP. Не показал ничего необычного для сотрудника фонда. Доктор Наварис не участвовал в эксперименте ввиду болезни. Его заменял доктор Кроненберг. Скажите, что вы видите? Показывает тестовую карточку. Доктор И. Я вижу бездушного человека. Кроненберг. Я... я понимаю, а что? Доктор И. И знаете, я их чувствую, каждого из них. Доктор Кроненберг. Пожалуйста, поясните. Доктор И. Перебивает. Просто выполняли приказы, да? Просто новые материалы для работы. Скольких вы выпотрошили ради своих исследований? Кроненберг. Интервью окончено. Прекратите, или я вызову охрану? Доктор И. Скольких вы убили? Извращенцы. Ради чего их мучили? Надеюсь, вы сдохнете. Кроненберг. Вас разорвут на части. Как ваших подопытных кроликов. Конец записи. Заключение. Субъект был обработан амнезиаком и не помнит ни эксперимента, ни своей вспышки гнева. В настоящее время это единственный случай, когда зараженный субъект проявил агрессию. Как правило, даже субъектов в прошлом склонных к насилию контакт с SCP делает более миролюбивыми. Эксперимент номер 50. Подопытный. Доктор Калистро Наварос. Содержание эксперимента. Перед контактом с SCP. Субъект обработан амнезиаком краткосрочного действия. Субъект прошел расширенную контрмеметическую подготовку. Результат. Губы субъекта начинают слегка дрожать. Выводы. Тест Раршаха не показал явных изменений личности. Тем не менее, обнаружил заметную озабоченность темой смерти. Подробнее смотрите запись интервью, приведенную ниже. Опрашиваемый. Доктор Калистро Наварос. Опрашивающий. Доктор Дзин И. Предисловие. Субъект повторно проходит тест Раршаха. Предыдущий тест, проведенный до контакта с SCP, показал обычные результаты для сотрудника фонда. Воспоминания, связанные непосредственно с объектом подавлены. Начало записи. Доктор Наварос. Пожалуйста, начинайте Дзин. Все равно я более готов не буду. Доктор И. В этом сосуде труп Миноги. Указывает на контейнер с SCP. Пожалуйста, посмотрите на него. Наварос. Верю вам на слово. Доктор И. И что вы видите? Показывает тестовую карточку. Наварос. Старинный замок. Доктор И. Показывает следующую. Наварос. Болото, скованное зимней стужей. Показывает третью. Наварос. Я вспоминаю то время, когда еще не верил. И говорил себе, что все происходит случайно. Что несчастье служит нам ироком. Делают нас лучше. Но бывает, что ужасные вещи никто не замечает. И они никого ничему не могут научить. Ребенок, упавший в колодец, которого никогда не найдут. Бродяга без родных и друзей. Утонувший в болоте. Смерть никому не друг. И я снова там. Я не хочу вспоминать. Я сделал все, чтобы туда никогда не возвращаться. Он умер. Его больше нет. Мой отец. Я хорошо помню. Он был сильным человеком. Но болезнь оказалась сильнее. Врачи могли лишь ампутировать. Кромсать его тело. В тщетных попытках спасти ему жизнь. Ладони, ступни. Безуспешно. Руки, ноги. Болезнь только распространялась. Они отняли ему глаза и язык. И рассказывал истории, которым он меня научил. Мечтая, чтобы он меня услышал. Я молился над его пожелтевшим телом. Взывая ко всем святым. Каких мог вспомнить. Даже к тем, кого, наверное, придумал сам. Был ли он в сознании. Не знаю. Он шевелился. Временами кричал. Как будто его мучил кошмар. И он не мог проснуться. Комната была завалена простынями. Измазанными калом. Мачо и кровью. Ему вводили опиаты. Достаточно, чтобы отключить человека от реальности. Я не хотел, чтобы он страдал. Но хотелось поговорить с ним напоследок. Мы так и не успели попрощаться. В попытках забыть эти ужасные месяцы, я потерял и приятные воспоминания. Я стер его из памяти. Теперь я вспоминаю наши поездки на море. В Альгамбру. Теплые времена со старыми сказками. Мой первый глоток вина. Когда болезнь еще не одолела его. Мне придется забыть это. Я снова буду отгораживаться от моих воспоминаний о нем. Но это того стоило. Да, стоило. Плачет сильнее, но улыбается. Протокол мой старый враг. Как же я сейчас тебя ненавижу. Смеется сквозь слезы. Конец записи. Заключение. Субъект обработанном низяком. И не помнит данный эксперимент. В 1991 году внешняя часть контейнера с SCP была просканирована. При помощи компьютерной обработки полученных изображений. На нем были обнаружены малозаметные следы предполагаемой надписи. Дальнейший анализ обнаружил цитату. Из «О сообразительности животных Плутарха». В переводе с латинского она гласит. Домицы и сказал оратору Крассу. Не оплакивал ли ты смерть Миноги в своем садке? А ты, отвечал ему Красс, не похоронил ли трех жен, не пролив ни единой слезы? Сообщение доктора Калистро Навароса. 29.11.2010 Если вы это читаете, ваше лечение уже началось. Прививка лишь на время сдержал меметический агент, позволив вам прочитать этот документ и подготовиться к новому опыту. Взаимодействие с SCP показало лучшие результаты, чем психотерапия и лекарственные препараты в борьбе с посттравматическим стрессовым расстройством, большим депрессивным расстройством, вторичным травматичным стрессом и общим тревожным расстройством. За десятилетия исследований мы сумели точно наладить процесс лечения. К концу сеанса вы должны почувствовать облегчение, не запомнив ни этого документа, ни связанных с ним переживаний. Процесс поддержания психического здоровья незаслуженно стигматизирован. При лечении с помощью SCP-2737 никто не станет вас оценивать, анализировать или учить вас, как жить. Думайте про себя или говорите вслух. Скончавшаяся 2000 лет назад Минога оказывается на удивление сочувствующим слушателям. Сегодня вы будете плакать, вы будете горевать, вы вспомните все, что когда-то потеряли. Это станет началом вашего выздоровления.